Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. Коротко о главных окруженных событиях к этому часу. Из аварии в новые квартиры в Коголыме расселяют непригодный жилой фонд. Красота или вред? В Югре заметили небывалое количество бабочек. Олимпийский чемпион в детском лагере в Нижневартовске со школьниками встретился хоккеист Иван Телегин. Борьба с огнем продолжается. За сутки в Югре возникло 10 новых пожаров. Всего на сегодняшний день в округе тушат 14 лесных очагов. Площадь, пройденная огнем, превышает 5,5 тысяч гектаров. 7 пожаров удалось локализовать. Горит лес в Нижневартовском и Сургутском районах. Кроме того, на территории Юганского заповедника сейчас действует два возгорания. Там, кроме струнников заповедника, в тушении задействованы 38 человек из региональной базы авиационной и наземной охраны лесов и авиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет. Дополнительно в Югру для тушения пожаров прибыли 25 человек из республики Коми. Напомню, в Югре действует особый противопожарный режим. Введен запрет на посещение лесов, в том числе для охоты и рыболовства. Вчера дополнительно прибыли 25 человек из республики Коми. Всего по межрегиональному маневрированию на территории Югры работают 125 человек. План по авиации. 7 самолетов на мониторинге, 3 вертолета на переброске, 2 вертолета К-32 и Ми-26 по работе с водоследными устройствами на территории Нижневартовского района. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Полсотни сотрудников федеральной авиалесоохраны Ханты-Мансийской и лесники Угута тужат пожар в заповеднике Юганский. 5 июня загорелись леса и загроз. На сегодняшний день общая площадь, охваченная огнем, составляет около 200 гектаров. Возгорание находится в 130 километрах от ближайшего населенного пункта. Спасатели доставляют на вертолете. В труднодоступную местность невозможно доставить технику, поэтому тушить пожары приходится вручную. Подробности в нашем следующем сюжете. Так сейчас выглядит заповедник Юганский. Огнем охвачено около 200 гектаров леса. Открытого горения нет, но сильный ветер распространяет низовые пожары. Несколько дней лесники и пожарные пытаются справиться с природной стихией, но пока безуспешно. Были первые дни, когда было 35 градусов и очень сильный порывистый ветер. Тогда очаг резко возбудился, перешел в верховой и раскидал много очагов. Это был самый сложный день. А сейчас прошли вчера дожди, они хоть и не сильные, немножко прибило, выровняло ситуацию. Но надеемся, что справимся. На подмогу югорским спасателям прибыла команда парашютно-десантной службы авиалесоохраны. Специалисты из Хакасии были задействованы в тушении крупных лесных пожаров вблизи Кургана. Оттуда прямиком в Югру. С собой взяли пилы, лопаты, РЛО, ранцы, зажигательные аппараты. Это чтобы проводить встречный пал от минерализованной полосы. А еще в мешках спальники, палатки, питьевая вода. Вертолет Ми-8 загружают до отказа. Жить пожарным придется в полевых условиях. Работать, если придется, круглые сутки. Людей на сегодняшний день сейчас проходит загрузка. Завозят на пожар, будут находиться там до ликвидации, либо до локализации пожара. По решению директора, либо их вывезут, либо перевезут на другую кромку. То есть люди будут находиться постоянно в лесу. Пожары находятся в 130 километрах от Угута. Поселению ничего не угрожает. Но этого не скажешь про растения и животных, которые охраняются на этой территории. Здесь обитают краснокнижные, северный олень, пескулька, черный аист. Всего 74 охраняемых вида животных, птиц, растений и грибов. Специалистам авиалесоохраны не приходится прыгать с парашютом. Вертолет приземлился на болоте. Но за несколько километров от очагов возгорания. Сейчас тут поезд, кстати, уже начинается. Чтобы нету, сколько сихотечек. Стоит срочная расстояние, нахватка. Все, что, что, что. Чемпионат площадок, нахватка, 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 нахватка. Пешком будет идти? Пешком будет идти, да, Жан? Сколько примерно? Сколько пошло. Чтобы доставить всех 18 спасателей авиалесоохраны, вертолет делает два рейса. И на обратном пути забирает другую команду. Только не домой, а на другой очаг. Здесь пожарные уже работали с 5 июня. На территории заповедника Юганские два очага возгорания. Всего в тушении задействованы около полусотни спасателей. Леона Киямова, телекомпания Югра, Сургутский район. Загорелся на ходу и восстановлению не подлежит. В Нижневартовске прямо во время движения вспыхнул автомобиль. Автомобиль службы такси ехал по улице 60 лет октября. Когда Рено Логан оказался в районе перекрестка с проспектом Победы, из-под капота показались языки пламени. Водитель тут же затормозил и вместе с двумя пассажирками успел покинуть салон разгорающегося автомобиля. Пожарные прибыли по вызову спустя 7 минут после получения сообщения. Четырем бойцам 90-й пожарно-спасательной части с помощью автоцистерны удалось справиться с огнем в течение трех минут. Автомобиль выгорел полностью. Вместе с ним были уничтожены телефон водителя, его права и документы на транспорт. Также пострадали два стоявших поблизости электросамоката. Причину возгорания устанавливают дознаватели позже надзора и автоинспекции. Павел Цепорин стал заместителем губернатора ЮГРЫ. При этом он продолжит возглавлять окружной департамент информационных технологий и цифрового развития. Решение о наделении Павла Цепорина новыми полномочиями связано с возросшими задачами в сфере цифровой трансформации всех направлений деятельности и сфер социально-экономического развития, а также обеспечения информационной безопасности, внедрения технологий искусственного интеллекта во все отрасли экономики. Добавлю, Павел Цепорин возглавил Депинформтехнологии ЮГРЫ в 2016 году. До этого работал в должности первого заместителя руководителя ведомства. Также произошли кадровые изменения в Департаменте экономического развития округа. 9 июня покидает пост директора Департамента экономического развития заместителя губернатора ЮГРЫ Роман Генкель. Исполнять обязанности директора Департамента экономического развития будет Владимир Утбанов. 25 коголымских семей приедут в новые квартиры. Их местные власти для расселения жильцов-авареек приобрели в мае за счет дополнительных средств, выделенных округом. С новоселами во время своей рабочей поездки в Коголым встретилась губернатор округа Наталья Комарова. Подробности в материале Натальи Славьевой. Этот коголымский дом стоит тут уже 30 лет, но осталось ему недолго. Жильцов обещают скоро расселить в новые благоустроенные квартиры или выплатить им компенсации для покупки квадратных метров. По госпрограмме условия разные, а вот сроки, когда именно дом признали слишком старым для жизни, уже размываются. Если раньше стояла задача расселить и снести дома, признанные аварийными до 2017 года, сейчас все чаще речь идет о том, чтобы ликвидировать его полностью. Семья Юлии Кирьяновой, например, переехала сюда 5 лет назад и не ожидала, что им так скоро вновь предстоит сменить место жительства. В 2018 году он еще не был аварийным, и поэтому нам, ну вот мы внесли материнский капитал, нам позволили его купить. И считаем, мы считаемся собственниками этой квартиры. Мы еще не знаем оценку этих квартир, поэтому мы думаем. В старых коголымских домах есть свое очарование. Тихо, природа рядом. Во дворах встречаются мангальчики. Новое жилье здесь, в том числе для переселения из авареек, тоже строят с таким же учетом. Есть высотки и малоэтажные здания. В одну из квартир в такой малоэтажке скоро переедет семья Струковых. Район новый, но я смотрю, что он достаточно благоустроен. Для детишек все есть. И как бы зеленые насаждения, что всегда очень радует, что их не сносят, не срубают. Наш лес как-то, ну все равно дают ему существовать дальше. Ключи Струковы получили в конце мая. Окружные власти выделили дополнительные средства на покупку 25 двухкомнатных для жильцов авареек. Мы просто подумали о том, что когда мы есть возможность, новое жилье, с одной стороны, с другой стороны, потребность. Все люди проживают в аварийном жилом фонде и выделили ресурсов достаточно для того, чтобы сто процентов закрыть эту тему. Спасибо. Мы очень рады. А нам тоже в свою очередь приятно. В новой квартире, правда, нашлась пара недочетов. Застройщик обещает исправить их по гарантии. Наталья Комарова подчеркнула, что люди уже нажились в похожих условиях. Я там увидела, подчеркнула, или номер в галушечках гостей. До конца года в новые квартиры из авареек переедет 241 коголымчанин. В 2024-м в городе уже не останется ветхого и аварийного жилья. Наталья Соловьева, Владимир Гайн, за телерадиокомпания «Югра» Коголым. К другим темам. Больше 100 тысяч югорчан отдали свои голоса за объекты благоустройства. В округе подвели итоги всероссийского голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды. Она дает жителям региона возможность самим определять, какие общественные территории благоустраивать. На этот раз выбор оказался непростым. В конкурсе было представлено 48 проектов в 14 городах и поселках Югры. Их поддержали 117 597 человек. Узнать, какие идеи реализуют в регионе уже в будущем году, можно на сайте 86.городсреда.ру. Так, в Фантамансийске из 11 представленных для благоустройства территорий горожане выбрали набережную Иртыша. Здесь создадут административно-деловой центр с кафе, спортивный корпус с детским бассейном, множество площадок для отдыха и занятий спортом. А в Урае благоустроят мемориал памяти. На объекте полностью заменят покрытие и восстановят облицовочные материалы. Кроме того, восстановят новое освещение и видеонаблюдение. Нефтьюганский борется с несанкционированной торговлей овощами и фруктами. С наступлением летнего сезона в городе все чаще появляются павильоны и грузовики с продуктами. Однако, приобретая товары в нестационарных торговых объектах, покупатели могут подвергнуть себя большому риску. Ведь у уличных продавцов, как правило, нет документов, подтверждающих безопасность и качество товара. Именно поэтому сотрудники службы муниципального контроля Департамента экономического развития и полиции еженедельно выходят в рейды. С начала этого года специалистами было составлено уже 17 протоколов за нелегальную торговлю. А кто владелец дальней палатки? Я. Рассыны нет. Разрешения нет? Да. То есть вы здесь занимаетесь самоуправством, да? Откуда продукты привезли? Я ничего не знаю. Нарушается статья 14.1 Кодекса административных правонарушений. Это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также у нас нарушается статья 19.1. Один – это самоуправство. Хантамансийск заполнили белокрылые бабочки. Горожане активно снимают их на свои смартфоны уже порядка двух недель. Некоторые публикуют фото и видеоролики в соцсетях. Там же строят предположение, откуда, собственно, эти бабочки взялись. Тем временем моя коллега Наталья Акста отправилась искать ответы у знающих людей. Вот что ей удалось выяснить про нашествие бабочек. На улицах, в парках и на дачах окружной столицы порхают родственницы-капустницы-боярышницы из семейства белянок. Они безобидны, питаются нектаром цветов. Однако при этом могут отложить до полтысячи яиц, из которых потом появятся гусеницы. Вот они-то злостные вредители плодовых деревьев и декоративных культур. Меню у личинок разнообразное. Яблонь, абрикос, черешня, боярышник, рябина, черёмуха и даже голубика с брусникой. Если маленьких едоков не остановить, они способны полностью оголить дерево. Есть виды, для которых вот эти популяционные волны уже выражаются в виде так называемых вспышек численности. Вспышка, когда численность вида увеличивается, фактически может и в сотни раз увеличиться. И боярышница один из таких видов. Сейчас у них лёд идёт активно. И, соответственно, самки будут откладывать яйца. Они достаточно заметны. Откладывают на внешнюю сторону листа. Дней 15 в среднем до вылупления гусениц. Далее гусеницы будут активно наедать массу. Самый простой способ борьбы с боярышницей – собирать гнёзда с гусеницами вручную и сжигать. Делать это лучше после заката или на рассвете, когда вредители находятся в своих убежищах. Если деревья очень высокие и до гнёзд не добраться, можно расстелить под кроной плёнку и стряхнуть их. Также можно обрабатывать деревья и кустарники табачной пылью. А ещё привлекать в свой сад птиц. И делать это лучше уже зимой. Меры борьбы вот такие чисто биологические. Привлечение птиц, боярцы, что интересно, она на зимовку уходит в виде гусениц. То есть вот как раз зимой тоже можно производить, так сказать, борьбу, защиту своих плодовых деревьев. Потому что они, гусеницы, оплетают паутинкой листья и зимуют в такой колыбельке. Вот что у нас сейчас произошло? Гусеницы вышли из вот этих своих колыбелек, активно начали питаться и окуклились. А из куколок уже вышли взрослые бабочки. В период такой метаморфозы, когда гусеница превращается в бабочку, может занимать от 15 до 20 дней. Вот как отнеслись к появлению в городе белокрылых красавиц и их личинок жители Ханты-Мансийска. Я заметил буквально дня два назад дети, думаю, что они под балконом кричат. Смотри, они бабочек ловят. И не мешают жить, пусть летают. Бабочки – это вообще красота. Это прекрасно. Это вообще очень красиво. Желтые цветочки на них, желтые или белые бабочки. Это красиво. Но огородники страдают. Да, у меня свекровь, допустим, на днях жаловалась, что боится, что капусту съедят, и цветы съедят. Поэтому она придумала какой-то раствор. Я уж не знаю, из чего она его делает. Но вот с утра, утром и вечером она опрыскивает. Да, я действительно заметила большое количество бабочек в нашем городе. Насколько мне известно, они безобидны для людей, но опасны для плодовых деревьев. Пару недель назад, ухажая за своим газоном, на крапиве я заметил гроздь черных гусениц. Впоследствии я сопоставил с тем, что и количество бабочек увеличилось на участке. У меня растут рябина, черемуха, сирень. И вот именно они вредят плодово-ягодным. Не знаю, как это отразится на урожае моем в этом году. Но пока меры борьбы я с ними не нахожу. Сейчас в округ пришла прохлада, и количество порхающих повсюду бабочек заметно поубавилось. Однако, когда наступят жаркие дни, они опять вернутся. Правда, специалисты отмечают, что основной лед у боярышниц уже проходит. Наталья Акст, Софья Багирова, Виктор Севков, окружная телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Команда «Час-Пик» стала лучшей в профессиональной лиге Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста». Его итоги подвели накануне в рамках международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Всего участниками чемпионата выступили около 600 человек. Это участники 140 управленческих команд. Отмечу, что 58 из них являются профессиональными, то есть представителями крупного бизнеса, государственных и муниципальных служащих. Кроме того, за звание лучших боролись 83 студенческие команды из 5 вузов и 9 СУЗов Югры. Отмечу, что в молодежном первенстве равных не было команде «Луанда». Это представители Югорского государственного университета. Сейчас победители начнут подготовку к суперфиналу Всероссийского национального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Глобал Менеджмент Челлендж». Он пройдет в Перми. А в случае победы команды представят нашу страну на международном финале в Анголе. Мы прошли очень длительный отбор. Это где-то с октября месяца примерно прошли несколько демонстрационных раундов. Полуфинал, четверофинал. И терпкий путь такой достаточно был. Им пришлось стать лучшими в общей сумме. Старшли с лишним команд, которые приснились к чемпионату в этом сезоне. С октября он фактически начал реализовываться. С октября прошлого года. И вот одна команда на примерно 50-60 конкурентов. Мне кажется, это очень-очень серьезный результат. И фактически три года опыта управления виртуальными компаниями за вот эти месяцы. Очень достойный результат для всех. И очень серьезный воронка отбора. Именно поэтому югорские команды на национальном финале всегда в призерах. Шесть югорских биатлонистов вошли в состав национальной команды. Списки сборной опубликовало Министерство спорта России. Так, в основной состав попали Никита Поршнев, Алексей Вагин, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая. Тренерским решением была включена Кристина Резцова. Напомню, она двухкратный призер Олимпийских игр. Пропустила прошлый сезон из-за беременности. Сейчас Кристина Резцова уже приступила к тренировкам. Кроме того, четверо югорчан попали в резервный состав национальной команды. Олимпийский чемпион в детском лагере. Неожиданным, но приятным событием был отмечен обычный день лагеря дневного пребывания при спортивной школе Олимпийского резерва «Самотлор» в Нижневартовске. К воспитанникам первой смены пришли известные хоккеисты, олимпийский чемпион Иван Телегин и нападающий ЦСКА Максим Подносов. Свидетелями встречи юных вартовчан с титулованными спортсменами стала и наша съемочная группа. В этот день в лагере проходила веселая эстафета. Плановое мероприятие, в котором принимали участие все воспитанники лагеря «Дружба» – 25 школьников младших классов. Три команды состязались в ловкости и скорости. И даже в хоккейном мастерстве. Отлично, какой был прием у хоккейных мастеров. Большая часть воспитанников лагеря – юные хоккеисты из Нижневартовской команды «Филин», которые очень успешно завершили прошедший сезон. И поздравил их с этим событием олимпийский чемпион 2018 года, игрок омского авангарда Иван Телегин. Надеюсь, у вас сезон сложился хорошо, добротно. Вы выиграли какие-то призовые места, завоевали чемпионство какое-то. Сейчас самое главное – летом хорошо восстановиться, отдохнуть. А дальше только к новым победам. Все у вас обязательно получится. Всего вам самого хорошего, удачи и самое главное – без травм. Чемпион пришел на встречу с детьми не один, а со своим другом, нападающим хоккейного клуба ЦСКА, двукратным обладателем Кубка Гагарина Максимом Подносовым. Гости принесли подарки для будущих коллег. Для детей это праздник, скажем так. Ну, это всегда хорошо, когда такие люди, победители олимпийских игр, победители чемпионата России приходят и что-то там дарят детям, напутственные слова какие-то говорят. Это здорово. Именитые спортсмены проводят в Югре свой отпуск. Но для встречи с начинающими хоккеистами они нашли время. И уже не в первый раз. Такая у них сложилась традиция. Мы приезжаем к детям, радуем их своим присутствием, даем какое-то напутствие, потому что мы сами когда-то были детьми и приезжали такие же именитые люди, которые подсказывали, что это помогали нам в плане и формы и так далее, просто своим присутствием. И это дает большой толчок, большой спорт. Надо стремиться, как они, и даже лучше постараться. И выиграть кубок Гагарина в НХЛ попасть. И выиграть тоже там кубок. Поддержали гости юных вартовчан и ценными советами. Из личного опыта недавних игр. Бороться с ленью, вот это, наверное, самое главное. В себе вот это вот, когда немножко не хочется дорабатывать, а надо из себя вот последнее выжимать. И у нас прямо вот в этом сезоне еще все так получилось. Как у нас лозунг был. Короли седьмой игры. У нас только 28 игр из 27 в плей-оффе как раз. Только в одном раунде мы 6 матчей сыграли, а все остальные до седьмой игры. Встреча воспитанников лагеря с титулованными спортсменами далеко не единственное мероприятие летней смены. Ежедневно здесь проводят зарядку местные звезды спорта. Победители и призеры региональных, всероссийских и международных соревнований. И не только. Мне нравится, что мы занимались на льду. Мы тренируемся, проводим разминку, играемся. Летний отдых юных югорчан только начался. А впереди их ожидает множество интересных встреч, знакомств и событий. Михаил Светышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В Белаярском прошел слет многодетных семей. Четыре дня отдыха с насыщенной программой для детей и родителей устроили в рамках проекта «Я – ценность», который стал победителем гранта губернатора Югры. Первыми посетителями тура стали четыре многодетные семьи из Белаярского ванзивата «Полноваты» и «Нягани». Для них организовали проживание в отеле, трехразовое питание, практикумы психологам и различные досуговые программы. Например, для родителей провели мастер-классы по здоровому питанию, длительную игровую программу и фотосессию. Добавлю, что для каждой семьи это небольшой отпуск, когда вдали от дома можно не только провести побольше времени друг с другом, но и познакомиться с другими семьями, поделиться опытом и обсудить общие вопросы. Мне тут весело, мне понравилось все. Есть вкусно кормят, крупные, прекрасные иглы, еще и костюмы делают. Это вообще отличная идея, потому что не всегда удается побыть семьей, потому что работа, дети, школа. Вот сейчас школа закончилась, и здорово, что можно быть вместе, можно не думать о бытовых вещах, таких как приготовление пищи, чем развлечь детей. Здесь все есть, все включено. Настроение вообще супер. Долго ждали, когда супруга сказала, что мы выиграли поездку. Было много радости. Наконец-то выберемся с детьми. Ну, пусть не продолжительный, но все же отпуск. К этому часу это все новости от моих коллег. До новых встреч на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok